Тяжёлая отдышка, боль в суставах, повышенное давление. Знакомые симптомы? Значит, возможно, именно вы один из тех людей, проблема которых лишний вес. А это буквально каждый третий житель нашей страны. Заметить патологическое состояние вовремя и признать наличие проблемы – правильные шаги на пути к собственному здоровью. Повышение глюкозы, повышение гликированного гемоглобина. То есть страдают все виды обмена – и липидный, и углеводный, и минеральный. То есть на самочувствие это, естественно, отразится. Это болезнь цивилизованных стран. То есть это не состояние, а даже хроническое заболевание с прогрессирующими нарушениями обменных процессов в организме, которое проявляется избыточным отложением энергетического материала в виде жировой ткани в организме. Как и другие проблемы, относящиеся к телу человека, вопрос лишнего веса видоизменяется. Сегодня ожирение значительно помолодело и стало преимущественно вопросом детей и подростков. И причины для этого есть. С ускорением ритма жизни и многозадачностью современного общества времени для размеренной трапезы с домашней свежей едой все меньше. А значит, все выше соблазна употребления фастфуда. Его и готовить не надо, и вкусно. Однако это тот случай, когда легкий путь не самый верный. Ведь последствия у такого безразличного отношения самые плачевные. В плане питания, то есть дети смотрят на родителей. Чем питаются родители? Естественно, дети берут пример с родителей. Сладкие напитки, чипсы эти все с добавлением и глюкозы, и с добавлением консервантов. И подсластители, и прочее. То есть это, естественно, надо свести до минимума. Второе. Родители должны настраивать ребенка, что у него должен быть режим дня, режим питания. Не все основные приемы пищи должны сдвигаться на вечернее время, а распределение должно быть в течение дня. В вечернее время должна быть прогулка на свежем воздухе. Как минимум 30-40 минут ежедневно требуется, именно после ужина. Если дети просто копируют модель поведения взрослых, то для многих подростков вопрос лишнего веса – тема актуальная и резкая. В желании заявить о себе и погоне за популярностью в социальных сетях вчерашние дети кидаются из крайности в крайность. И если еще пару лет назад насущным вопросом была болезненная худоба, то сейчас набирает популярность движение «Бодипозитив», призывающее любить себя в любом виде, оправдывая лишний вес как изюминку и особенную черту. Однако ущерб, нанесенный организму в подростковом возрасте лишним весом – вещь очевидная. Во-первых, эта нагрузка идет на сердечно-сосудистую систему. Это прогрессирует весь холестериновый обмен. Это поражение сосудов идет. Во-вторых, артериальное давление – то же самое, нарушение ритма. Следующий этап – лишний вес действует на суставы. То есть идет деформация суставов, это боли будут в конечностях, тугоподвижность, сложно даже передвигаться будет. На начальном этапе справиться с лишним весом каждый может самостоятельно. И главное – это принять наличие проблемы и начать действовать. Три основных направления, гармоничный баланс которых позволит существовать в мире со своим организмом – это правильное питание, физическая активность и отсутствие стресса. Голодать точно не нужно. Нужно рацион правильный свой разбивать. Ну, хотя бы какие-то минимальные упражнения. Не пить, не курить, допустим, больше на свежем воздухе, зарядка. Я думаю, что эти хот-доги, чипсы, как обычно все любят детки. Я думаю, это неправильное питание. Заниматься своим правильным питанием, заниматься спортом, естественно, получается, постараться по возможности нормально отдыхать. То есть рацион и так далее, и тому подобное. Ну, это серьезная работа, на самом деле. Дабы избавиться от лишнего веса, не так это просто. Его легко набрать и очень тяжело сбросить. Чипсы, это меньше их есть. Я считаю, где лучше. Редактор субтитров А.Семкин